То есть тот человек, который хочет, чтобы он избавился от бед и печали, чтобы он имел успех и благополучие, он должен проявлять доброту к родителям. Но здесь возникают следующие вопросы, дорогие братья. Всякая несправедливость, всякая несправедливость и вульм порождает только вульм. Сегодня между родителями и детьми, для того, чтобы дети нам отплатили добром, чтобы среди наших детей и жен не оказались враги наши, нам нужно быть ответственными. Поистину Всевышний, Аллах в Священном Куране сказал, Абду билляхи минаш-шатанир-раджим, Воистину среди жен ваших и детей ваших, враги ваши, будьте с ними осторожнее, говорит Аллах. Среди детей и среди жен могут оказаться ваши враги. Этими их врагами можете сделать вы. Нельзя ущемлять права детей. Нельзя делать так, чтобы они мечтали о какой-то свободе, которую нам сегодня нашим детям обещают наши враги. Сделайте так, чтобы ваши дети, ваши дочери всегда на всю жизнь помнили ту теплоту, то доброе отношение их родителей друг к другу, тот райский уголок, который они называли «моя семья», чтобы вот это сохранить. Старайтесь всегда. Беседуйте. Дружите с детьми. Когда дети достигают более зрелого возраста, с детьми, будь она дочь, будь это сын, с ними надо дружить. Что-то можно приказать, но чаще просите у них. Пожалуйста, сделай вот это. Стройте отношения на почве любви, взаимного уважения и на почве доброты друг к другу. Поэтому и сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, если вы так сделаете, вы поможете своим детям быть добрее к вам. Вот что подразумевает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, когда он сказал Да смилостивится Аллах над тем человеком, который способствовал доброте своего сына к нему. Способствовал доброте, доброму отношению своих детей к нему самому. Если ты все время, тебе все время некогда, не до своих детей, не до своей жены. Все время ты пропадаешь и полночь домой приходишь. Приходишь, сидишь за этим телефоном. Тебе нельзя красивое слово сказать, ты постоянно на нервах. Кого ты воспитаешь? Будущих заботливых своих детей или же врагов ты себе наживаешь? Молчаливых врагов, которые просто тебя терпят. Ну как можно у себя в своем же доме создать вот такую атмосферу, в котором тебя просто терпят? А ты думаешь, куда они денутся? Я здесь хозяин. Дочь ты выдаешь замуж, даже не думаешь о том, каково ее мнение, желала бы она выйти за этого человека замуж или нет. Нет, мое слово. Твое слово, потому что там и интерес у тебя какой-то, обедная девчонка сегодня, она выходит, молча выходит, она думает, а ничего, я выйду сейчас, отсюда покину отцовский дом, потом я уйду от него. Поэтому и заранее покупает отец сегодня и дочери квартиру. Вы понимаете, о чем речь идет? О серьезных вещах здесь речь идет. Почему посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма говорит, распоряжайтесь в делах дочери, посоветовавшись с матерью. Мать знает ее состояние. Вы знаете, какими дикими, какими в кавычках мужественными были арабские бедуины. Наши горцы, это знаете, это детский сад по сравнению с тем, что происходило до прихода ислама среди вот этих урайшитов. Люди, которые дочь закапывали заживо. То есть из соображений чести, так называемой, из этой чести, вот эта честь, я, мы аварец, мы горцы, мы такие, и топчете под ногами права собственных детей. Вот такое отношение и приводит к нам как гастролеров всяких правозащитниц, которые заманивают наших дочерей, обещая им светлое будущее и свободу. Мы должны давать нашим дочерям и нашим детям эту свободу, эту красоту жизни, в чем она есть. Мы должны показывать это. Вам же показывали ваши дедушки, прадедушки. Вы часами можете рассказывать, какими они были достойными мусульманами, а вы не спросили, а что будет рассказывать мой внук обо мне? Что будет рассказывать своим детям «Моя дочь, мой отец, он был хорошим бизнесменом? Этого достаточно, что ли?» Какой нравственный подвиг вы сделали, чтобы из поколения в поколение ваши дети бы примеры вас приводили? Вы об этом задавались спросом? А вы же брали пример со своих предков, с наших лучших предков. Из уст в уста входят их щедрость, их богобоязненность, их милосердие. Об этом же рассказываем мы друг другу. А вы задайте вопрос, а нас что же будут рассказывать? Поэтому давайте будем делать так, чтобы наши дети гордились своими предками, чтобы наши дети ценили нас и не думали, когда же от них избавиться. Поэтому еще раз повторяю хадис пророка, саллиллаху алейхи васаляма, да смилостивится Аллах над тем человеком, который поспособствует, помогает своему сыну быть добрым к отцу, добрым к родителям.